что бы вы хотели узнать, может быть, у вас есть какие-то конкретные вопросы, и я постараюсь по возможности в ходе вебинара на них ответить, потому что эта тема действительно огромная, и о ней можно говорить долго, и о поиске, и о верификации информации, но, может быть, есть какие-то вещи, которые вы хотели бы знать для своей работы больше, чем другие. И немного о себе. Я журналистка с 15-летним опытом, уже даже страшно говорить. Я начинала как журналист регионального медиа. Шесть лет была главным редактором мультимедийного ньюзрума в городе Тернополе в Украине. Это Западная Украина. Мы там делали ежедневную газету, еженедельник и сайт, который был лидером среди новостных медиа в регионе. Потом в 2012 году я переехала в Киев три года. Я там работала редактором отдела Крым и Донбасс, когда уже вот у нас началась российская агрессия на Донбассе в национальном медиа. То есть я сталкивалась регулярно с различными источниками информации, не очень проверенными, скажем так, не очень достоверными. И мне приходилось иметь дело в режиме реального времени, очень много с такой информацией. И благодаря чему, ну, почему, собственно, я специализируюсь на этой теме, это я со-основательница проекта StopFake, как упомянула Марина. Боже, я прошу прощения. Что, Марина, я и есть Марина. Да-да-да. Я вас назвала Мария вначале. Ничего страшного. Вот. И в 2014 году мы, журналисты и преподаватели Могилянской школы журналистики создали такой проект StopFake. Это была реакция на огромное количество неправдивой информации, фейков об Украине. В частности, это началось, когда в Украине активная фаза, скажем так, этого началась, когда во время Майдана, то есть появилось огромное количество каких-то таких откровенно фейковых новостей об Украине. И мы просто не могли вот стоять просто и на это смотреть. И поэтому мы с моими коллегами, достаточно опытными журналистами и редакторами объединились и создали такой проект, где мы проверяли подозрительные новости об Украине. И если это был фейк, если мы могли доказать, что это неправда, то мы их собирали на наш сайт. И таким образом показывая, что вот масштаб всей этой компании, показывая, что это, каким образом мы это проверяем, повышая таким образом медиаграмотность нашей аудитории. Вот, и сейчас мы уже опровергли больше трех тысяч фейков на нашем сайте. Мы анализируем их, анализируем месседжи, которые за ними стоят об Украине, о том, что Украина там это страна, которая не состоялась. Ну, это самый главный месседж, если очень коротко. Вот, и каждый может зайти на наш сайт, там у нас есть раздел «Инструменты», где очень подробно рассказывается, в том числе и о том, о некоторых вещах, о которых я буду говорить сегодня. То есть, вот, если вы хотите, если вам интересно в этом направлении копать глубже, то вот посетите наш раздел «Инструменты», и там очень подробно вот о разных-разных инструментах рассказывается. Только мы уже несколько групп журналистов привозили к вам, которые знакомились с «Инструментом», в том числе и нам устраивали такую презентацию, рассказывали о вас, и о том, реально, как бы, да, многие уже знакомы с этим вашим разделом. Хорошо, хорошо. И, ну вот, собственно, почему я здесь? И немного о трендах, о трендах о том, что происходит в социальных сетях, и о том, что, почему проверка информации в социальных сетях очень важна. Вот это последний отчет, цифровой отчет Reuters, который проводится каждый год. Вот, и вот тут мы видим цифру 40%, это оценки того, сколько неправдивой, оценки обеспокоенности по поводу неправдивой или фальшивой информации, то есть она может быть умышленно фальшивая, может быть вот неумышленно неправдивая, циркулирует в социальных сетях, и вот больше всего обеспокоенность именно о социальных сетях. 20% — это новостные сайты, 14% — это мессенджеры, что тоже является отдельной темой большой, и 10% — поиск в Гугле. Дальше мы вот на этой карте видим обеспокоенность, это карта обеспокоенности по поводу конкретных социальных сетей. Ну, в нашем регионе, наш регион не входит в этот отчет, но он все равно достаточно показателен, и мы видим, что вот ближе к нашему региону, это все-таки Facebook, вот синий цвет — это Facebook, и зеленый мы видим, что это WhatsApp, мессенджеры различные, это тоже проблема, конечно, но мы сейчас это не рассматриваем. То, что сообщается в мессенджерах, оно даже влияет на выборы, то есть были расследования по поводу того, как повлияли, например, сообщения в мессенджерах на выборы в Бразилии. Твиттер в Японии почему-то беспокоит, только японцев почему-то беспокоит. Ну, и YouTube. YouTube как-то недооценен, как мне кажется. Ну, и последний такой график о трендах — это пропорции того, что пропорции обеспокоенности по поводу фейковой или неправдивой информации о коронавирусе в среднем в шести странах, в которых проводилось исследование. И опять же, социальные сети тут держат лидерство. Больше всего в социальных сетях и в Facebook, мессенджере, например, неправды о коронавирусе. Ну, то есть это просто подтверждает то, что к социальным сетям нужно быть очень внимательным и уделять большое внимание верификации информации в социальных сетях. И еще один важный тренд, который непосредственно касается поиска, который, к сожалению, ухудшил нам возможности искать в социальных сетях что-то, это война между конфиденциальностью и приватностью, так называемая. То есть мы все помним о двух событиях, которые повлияли на политику. Многих стран в отношении конфиденциальности и приватности. Конфиденциальность и приватность — это одно и то же. И война идет между конфиденциальностью с одной стороны и прозрачностью с другой. То есть вот эта вот все увеличивающаяся конфиденциальность, она уменьшает прозрачность и подотчетность власти и отдельных лиц. То есть какие два события я имею в виду? Во-первых, Brexit, который, как мы знаем, опять же, я думаю, что вы тоже знаете, что компания Cambridge Analytica во время избирательной кампании, во время кампании по голосованию применяла метод микротаргетинга, то есть использовала достаточно интимные подробности о людях, составляя для них предложения на выборах. То есть для каждого составлялись специальные предложения в зависимости от предпочтений, от того там, от хобби, от каких-то мест, где люди любят бывать, от того, что они слушают, какую музыку. То есть вот на основе этого составлялись сообщения, причем эти сообщения часто были диаметрально противоположными. И таким образом, то есть такой есть хороший фильм об этом, Great Hack, может быть, вы смотрели на Нетфликсе. Если не смотрели, то советую посмотреть. Там как раз это фильм о журналистке Кэрол Калавадр, которая расследовала работу Cambridge Analytica. Там показано, как она работает, она непосредственно играет в этом фильме и хорошо рассказана, так в популярной, не скучной форме, как это все происходило. Ну и второе событие — это выборы Дональда Трампа, на которых применялась та же технология микротаргетинга. И поэтому после того, как это было доказано, были большие скандалы, и люди, и компании технологические, и правительство стран начали как раз применять ограничения, которые направлены на сохранение вот этой приватности и конфиденциальности пользователей. И вот это непосредственно повлияло, к сожалению, на удобство поиска в социальных сетях, потому что этот поиск тоже усложнился. В частности, например, очень хорошая система поиска в Фейсбуке, просто идеальная, называлась Graph Search, сейчас она уже недоступна, потому что как раз в связи с новой политикой, политикой защиты приватности. Но, к сожалению, сейчас, конечно, ведутся дискуссии о том, чтобы открыть эту систему, то есть там можно было найти в отдельных пользователях очень много информации, публичной информации, конечно, о том, например, что лайкал конкретный пользователь, что он комментировал, с кем он связан, на каких фотографиях он отмечен, ну, то есть очень много подробностей. Сейчас это все практически невозможно. И сейчас вот ведутся дискуссии, многие журналисты-расследователи с мировым именем предлагают, что все-таки, может быть, стоит открыть эти функции хотя бы для журналистов-расследователей, для того, чтобы можно было, ну, потому что, получается, мы охраняем не только приватность частных лиц, но и приватность каких-то преступников, которых можно вычислить в социальных сетях или каких-то организаций, каких-то наркокартелей, условно говоря, и тех, кто нарушает законы. Поэтому здесь вот очень такая тревожный такой тренд для журналистов именно. Ну, и здесь, значит, на этом слайде небольшой такой обзор того, как можно использовать социальные сети как источник информации. Facebook, ну, мы немножко пройдемся, конечно, по каждой из них, но о людях, о событиях, в организациях можно искать информацию в Facebook. В LinkedIn я о нем упомяну очень коротко, потому что в наших широтах он не очень активно используется, но все-таки может быть тоже полезен. Там очень хороший поиск, который может помочь во многих ситуациях. Там вот деловая такая информация, эксперты, организации, вакансии и так далее. В Twitter очень хороший поиск, я вам тоже его покажу. Есть отдельные инструменты, которые тоже помогают хорошо работать с поиском Twitter. Слайд-шер я сейчас только упоминаю об этом, то есть мы не будем анализировать. Это место, куда выкладывают презентации, инфографики и так далее. Там можно найти что-то полезное, от чего можно отталкиваться в своей работе. В Instagram полезен тем, что там репортажный контент. То есть там меньше возможностей искать информацию, скажем так, о людям, но больше возможностей, там, скажем, более молодая аудитория, более мобильная, которая производит много контента, и это дает возможность получить репортажный контент с места событий. Ну и в TikTok можно искать как людей, так и короткие новостные виды. Вот интересно, TikTok пока еще не очень распространен, но он стремительно, очень стремительно растет. То есть сейчас трудно говорить о том, что TikTok — это только там игрушка для детей. Уже нет. Вот, поэтому и сейчас... И в TikTok, кстати, это такая... Это программа, в которой поиск пока один из наиболее, скажем так, наименее зарегулированных. То есть там еще можно много чего найти. И общие такие рекомендации по поиску людей. Чаще всего мы ищем все-таки людей. Что стоит... Такой общий подход к самому этому поиску. Стоит начинать искать с общего, со встроенного поиска социальной сети. То есть есть разные инструменты, многие из них платные тоже. Я вот вспоминаю, как я буквально пару лет назад советовала посетителям тренингов разные инструменты, но сейчас многие из этих инструментов стали платными и как-то неоправданно, честно говоря, неоправданно дорогими. Хотя они были бесплатными и доступными. Все равно никакой инструментом не поможет найти больше информации, чем доступно во встроенном поиске соцсети. Инструменты могут автоматизировать этот процесс, могут его немного упростить. Но все равно больше информации, чем есть в поиске самой социальной сети, вам просто сама социальная сеть не даст этой информации. Именно она владеет наибольшим количеством информации. Стоит использовать общих друзей для того, чтобы посмотреть, что… Есть некоторые аккаунты, некоторые посты для друзей, например, которые публикуются. То есть если вы кого-то ищете, не забывайте об этой опции. Найти с ними общих друзей и попробовать через них посмотреть, что эти люди… какой контейнент они производят. Также стоит помнить, что у многих людей есть аккаунты во многих социальных сетях. То есть они между собой пересекаются в какой-то степени, аудитории пересекаются. И если мы ищем человека, чаще всего… Ну вот есть определенная информация, которую человек вводит во всех социальных сетях. Это, например, имейл, это, например, номер телефона. По номеру телефона сейчас уже сложно искать. Раньше, например, можно было по номеру телефона искать в Инстаграме аккаунт, и сейчас уже нельзя, уже закрыт для эту функцию. Инстаграм принадлежит Фейсбуку, как мы знаем. И там тоже… там, в принципе, поиск не самый удобный, потому что это заточено на социальные сети не для этого вообще. Она для того, чтобы людям было… чтобы поощрять людей делиться контентом, делать фотографии, чтобы все было интуитивно понятно. То есть… но вот раньше там была возможность искать по телефону, и сейчас уже нет такой возможности. Стоит пробовать один и тот же веб-адрес для разных платформ. Что я имею в виду? Вот facebook.com full name. Например, вот я facebook.com, у меня адрес моего аккаунта, Ольга Юркова, латиницей. И стоит пробовать искать аккаунты этого человека в других социальных сетях, используя то же самое имя. То есть, например, в Twitter. Twitter Ольга Юркова, там TikTok, условно говоря. Со всеми не обязательно они, конечно, совпадут, но есть большая вероятность. Люди часто используют одни и те же ники, одни и те же… то есть иногда это может быть не имя и фамилия, а какой-то другой набор букв, но вот часто используются одни и те же имена для разных платформ. Поэтому стоит это пробовать делать. Ищите адрес электронной почты. Это может быть полезно, вот когда вы используете какие-то сторонние инструменты. Например, в частности, Google. Вот в обычном Google по номеру, по адресу электронной почты можно найти достаточно много информации о ваших аккаунтах в социальных сетях. И вообще, Google сейчас вот очень сильно в этом смысле продвинулся. У Google появился свой инструмент, Google Social Search, который тоже упрощает поиск во многих социальных сетях. То есть можно там в одном месте искать информацию из разных социальных сетей. Стоит попробовать обратный поиск, вот это вот по номеру телефона. Опять же, гарантии никакой, потому что вся эта приватная информация, она чем дальше, тем больше охраняется. То есть на этот момент, ну, пробовать можно. Можно всегда, всегда есть шанс, что вы что-то найдете. Google. Как я уже упоминала, стоит искать по имени, фотографиям и подписчикам. Как искать по фотографиям, я скажу позже. То есть можно скачать фотографию и искать по ней. И смотреть, где еще появлялась эта фотография. Часто вот в разных соцсетях у людей, многие подписчики пересекаются. Наверное, многим из нас это знакомо. И также вот не стоит забывать о членах семьи. Если мы ищем фигуранта там какого-то расследования, который, скорее всего, даже есть в соцсети, но не под своим именем или под каким-то ником, то члены его семьи чаще всего присутствуют тоже в социальной сети. И может быть, они под своими именами. То есть их стоит искать. Например, вот так может выглядеть присутствие в социальных сетях какого-то человека. И вот пересечение его аудиторий, его каких-то подписчиков и друзей. И если говорить об этих подписчиков, список подписчиков тоже можно анализировать. И тут стоит понимать, что между разными социальными сетями есть разница. Конечно, это не всегда 100% вот так вот все. Но в Твиттере обычно больше таких случайных людей, каких-то далеких контактов, не очень таких близких. В Фейсбуке более близкие контакты. То есть понятно, что могут быть самые разные контакты в Фейсбуке. Вот я, например, у меня там 3000 друзей. Понятно, что они не являются все моими друзьями. Но также у меня в Фейсбуке мои друзья тоже есть. Там есть мои родственники, и никуда от этого не деться. Поэтому вот тут как раз через Фейсбук можно... Есть больше возможностей ближе как бы подобраться к человеку. А LinkedIn — это вот деловые контакты какие-то. И TikTok, Instagram, молодежь, молодые пользователи. Там может быть много лидеров мнений, что тоже вот может быть иногда полезно, когда вы ищете людей, чтобы что-то прокомментировали. И сейчас мы поговорим о Фейсбуке. Сейчас я просто перейду в Фейсбук, и мы просто пройдемся по всем функциям. К сожалению, да, Фейсбук уже не тот. Но все-таки определенные вещи, которые стоит знать, они могут быть вам полезны. Так, секундочку. Вот Фейсбук. Пока Ольга переходит в Фейсбук, я просто хочу вам сказать, что свои вопросы вы можете задавать прямо сейчас, как только они возникают в чате, а потом их в конце или в середине встречи озвучим какую-то часть вопросов, потом еще накопим и устроим еще один равный вопросов и ответов. И поэтому, и возможно, там в конце еще будет возможность задать их голосом. Но если они возникают, то лучше сразу зафиксировать, чтобы не потерялся вопрос и не забылся. Да, потому что потом просто их прочитать нужно и потом, чтобы вопрос не... Не забылся просто, да, не убежал. Значит, вот мы сейчас видим на экране Фейсбук. Я сразу же хочу сделать такую оговорку, что я советую переходить, советую вообще работать в англоязычном интерфейсе, потому что это не значит, что прямо сейчас здесь больше функций. Я сравнивала буквально вчера. Вроде бы мне показалось, что сейчас в русскоязычном Фейсбуке функции ровно столько же, сколько и в англоязычном. Но это периодически меняется, то есть все новые всякие фишки, они первыми появляются в англоязычном интерфейсе. То есть вот когда был очень хороший этот поиск, то он был только в англоязычном интерфейсе, в русскоязычном его не было в принципе. Поэтому вот если английский язык вам совсем не чужд, то я советую перейти на англоязычный интерфейс. И теперь мы пройдемся просто по всем функциям, по всем возможностям этого поиска. Ну я тут самое простое ищу, что мне приходит в голову, вот Лукашенко. Во-первых, это достаточно известная личность, то есть есть много шансов что-то найти, потому что иногда мы можем искать какую-то очень конкретную информацию и не найти вообще ничего. Но это вот стоит просто, это как вот мы сродни тому, чтобы перебирать песок и искать там крупинки золота. Ну вот в данном случае я просто хочу показать, как это работает. И вот мы, ну поиск сейчас, конечно, все больше вообще, все социальные сети идут к тому, чтобы все было интуитивно. Но мы все-таки подходим не совсем интуитивно, поэтому нам следует знать, что есть возможности все-таки вот в этом всем. Вот мы вводим какое-то ключевое слово и находим какой-то массив информации. Если посмотреть на этот массив информации, то мы тут видим группу, мы тут видим друзей, мы тут видим людей каких-то. Мы видим много-много групп, страниц, опять людей, опять страниц. Ну то есть вот как-то не совсем все структурировано, не совсем понятно. И мы можем дальше использовать фильтры. То есть слева мы видим колонку, мы видим варианты того, что мы можем искать. Вот мы ищем, например, посты или публикации. И здесь мы, тут есть варианты, да, выбрать, можно выбрать определенные опции. Этих опций намного меньше, чем можно было выбрать раньше, но все-таки они есть. Это, например, мы можем посмотреть, выбрать посты, которые мы видели уже или которых мы не видели. Можем выбрать дату. Дату, к сожалению, мы можем выбрать только год. То есть уже месяц, какой-то промежуток времени мы выбрать не можем. Ну вот мы выбираем, например, 2020 год. Мы можем выбрать, от кого этот пост. То есть это могут быть вы, можете быть вы, можно найти свой пост таким образом, ваши друзья, ваши группы, страницы и публичные посты. Например, давайте попробуем публичные. То есть это не вы и не ваши друзья. Это просто вот какие-то страницы. Это могут быть страницы публичные, могут быть люди, которые опубликовали этот пост не для друзей, а для всех. Ну вот какие-то медиа чаще всего. И здесь же мы можем найти, мы можем сюда ввести какой-то конкретный источник информации, от которого мы хотим увидеть эту информацию. Например, там РИА Новости, предположим. Вот. И у нас тут выпадает много опций. Например, мы вот находим РИА Новости и смотрим, что РИА Новости пишет Лукашенко. Ну вот встреча Путина с Лукашенко. И можно выбрать, или, например, там выбрать Еврорадио. То есть какое-то медиа, какого-то человека конкретного. Ну, в общем, если латиницей набрать, то там будет ответ. И вот здесь мы увидим, что Еврорадио пишет с этим ключевым словом. И дальше мы можем выбрать локацию. Опять же, у меня тут выпадают две локации, пусть это вас не вводит в заблуждение. То есть у вас могут быть свои локации, в которых вы чаще всего отмечаетесь, потому что соцсеть подстраивается под нас. Но мы можем, например, здесь выбрать локацию, например, Минск. И вот у нас выпадающий список появляется, и мы видим, что именно в Минске сообщалось на эту тему. Здесь тоже есть определенные ограничения. Здесь можно выбрать город, можно выбрать небольшой город, небольшой город, а вот село, деревню выбрать нельзя. Нет уже, нет такой возможности, к сожалению. Но все-таки достаточно много этих возможностей есть неочевидных, в которых можно что-то искать. Дальше мы ищем людей. Когда мы переходим во вкладку «Люди», мы видим людей с этой фамилией. Много-много-много разных людей, и мы можем их тоже отсортировать. Это могут быть друзья-друзей наших. Мы можем тоже, по тому же принципу, что я говорила о локации, мы можем выбрать локацию на свое усмотрение. Например, мы возьмем Вильнюс. И мы можем увидеть в Вильнюсе людей с этой фамилией. Мы можем выбрать их образование тоже. Тут будет выпадающий список с теми университетами. Детами или образовательными учреждениями, в которых вы отмечались. Но вы можете выбрать любое другое. То есть, например, мы тут выбираем Стэнфорд. Стэнфорд университет. Логично, что здесь нет людей с фамилией Лукашенко. И работу. То есть, это тоже компания, в которой, предположительно, работает тот человек, которого вы ищете. Например, если мы там... Ну, может быть, любая компания. Например, StopFake. Если, например, я сейчас введу сюда фамилию свою, например, то меня можно найти. Потому что вот здесь указано, где у нас тут люди. Work, StopFake. Вот, собственно, вы меня нашли по моей фамилии и месту работы. И поэтому не стоит недооценивать эти возможности. Дальше у нас фотографии. Так, перейдем опять к Лукашенко. Мы видим сначала фотографии, которые разместили ваши друзья. Ну, так, опять же, устроена эта социальная сеть. Но мы можем тут выбирать. Вы, ваш друг, ваши друзья и группы или, опять же, кто-то конкретный. Вот, например, возьмем Франковичурку. Он у меня в друзьях, но просто посмотрим. Наверняка у него есть посты на эту тему. Да, вот его фотографии, в описании которых присутствуют вот эти ключевые слова. Мы можем, опять же, выбрать фото, которые вы видели или фото, которые вы не видели. Локацию по тому же принципу, что я уже рассказывала. И дату. Опять же, дата ограничена только годом. Не у всего контента дата ограничена годом. Есть определенные исключения, которые я сейчас чуть позже покажу. Дальше видео. Здесь у нас выпадают Facebook-видео, то есть видео, которые размещены именно на платформу Facebook. Их можно отсортировать по... Можно последние выбрать. Мы их будем видеть в порядке убывания, скажем так, от самых свежих до самых старых. У другого контента почему-то нет такой опции, но вот у видео она есть. И можно выбрать дату. Вот тут вот с датой немножко другая ситуация. То есть тут мы выбираем не год, а выбираем... Ну, Facebook, он в принципе заточен сейчас... Он очень активно работает над тем, чтобы увеличить взаимодействие пользователей именно с видео. То есть вот здесь вот идет как раз акцент на то, чтобы люди смотрели видео, которые размещены вот сегодня, на этой неделе, в этом месяце. То есть вот, например, в этом месяце можем посмотреть, что у нас было. Буквально час назад что-то разместили. И есть... Можно отметить опцию live, то есть прямые эфиры. Если это был прямой эфир, то программа отберет только прямые эфиры. Или был, или есть. Он может сейчас этот эфир происходить. Ну, следующая позиция marketplace как раз нам не доступна. Поэтому я даже не буду ее открывать. И нас она в принципе не интересует. Это какие-то магазины. Дальше. Страницы. В страницах мы тоже можем выбирать. То есть мы тут видим страницы людей. Это может быть страница там самого Александра Лукашенко, предположим, или фейковая страница Александра Лукашенко. Это могут быть страницы, в которых эта фамилия упоминается. Ну вот, большой список страниц. И мы тут можем тоже выбирать локацию. Мы тут можем выбирать подтвержденные страницы. То есть вы видите, вот сейчас у нас выпал список страниц с синими галочками. То есть это страницы, которые Facebook подтвердил, что они точно принадлежат тем, кому они принадлежат. То есть что это не фейки. И дальше можно определять категорию этих страниц. То есть кому они принадлежат. Это может быть компания, организация или институция. То есть вот, ну, где я бы советовала искать, например, партия. Вот объединенная гражданская партия. А может быть артист, вот artist band of public figure, публичная фигура. Тут тоже часто бывают политики, например. Вот эти, это аккаунты каких-то публичных фигур. Но это могут быть там и артисты, и кто угодно еще. Ну, компания, организация. В принципе, почему бы и нет. Ага, это я уже показывала. Почему бы и нет. Дальше места. Места — это поиск по... Это конкретные места, которые, ну, например, вот объединенная гражданская партия, она создала место. То есть чаще всего это, на практике, это какие-то кафе, рестораны. То есть те места, куда люди ходят, отмечаются там, пишут отзывы. Но, ну, если у вас есть организация, то тоже стоит создать там место для того, чтобы увеличить свое присутствие в социальных сетях. Поэтому вот здесь можно по карте смотреть, да. Ну, тут открыто ли сейчас это место, которое говорит о Лукашенко. Ну, то есть это не очень интересно в данном контексте нам. Но стоит знать, что есть такой раздел. Дальше мы видим группы. Мы видим... Мы можем видеть вот группы двух видов. Это группы приватные и публичные. То есть публичные группы — это те, которые открыты, доступ к которым все время у всех есть. А приватные, они... Мы можем видеть, что эта группа существует, но мы не видим ее контента. То есть мы можем туда постучаться, нас впустят, и тогда мы увидим. Ну, это как бы... Эти группы не секретные. Секретные группы нас могут только добавить, мы их не увидим. А вот, ну, увидеть мы их можем, эти приватные группы. И, собственно, тут можно отсортировать. Вот выбрать только публичные, например, группы, в которых это обсуждается. И можно выбрать мои группы, в которых я состою. Я вчера добавилась в эту группу. Я из нее, конечно, удалюсь. Помогаем Александру Лукашенко. Но я так ради эксперимента туда добавилась. Ну, и мы можем увидеть, что в этой группе происходит. Чем интересны группы? Тем, что мы можем... В самой группе есть свой встроенный поиск, в котором мы тоже можем искать. То есть мы кликаем, заходим на эту группу. Тут есть значок увеличительного стекла. И здесь мы тоже можем еще что-то внутри искать. Конкретные посты. То есть не только, что эта группа пишет об этом, но и какой-то конкретный... Или, например, мы тут напишем Тихановская. Что вот группа «Помогаем Лукашенко» пишет о Тихановской. Ну, там что-то пишет. Кто такая Тихановская? Вот. И такой же внутренний поиск есть не только в группах, но он также есть в страницах. Вот сейчас мы вернемся к страницам. Примерно то же самое. Вот мы заходим на страницу. И тут тоже есть значок увеличительного стекла. То есть на самой странице тоже можно искать. Вот находим конкретные посты, где упоминается некое ключевое слово. И дальше так. Apps нас не интересует. Events. Events тоже интересно. Тут нам показывают все ивенты, в которых звучало. Это ключевое слово. И бывшие, и прошлые, и будущие. Можно отсортировать онлайн, только онлайн-эвенты. Тоже можно выбирать по локации, по дате. Тут по дате тоже своя специфика. То есть тут все эти... Выбор дат зависит от... Ну, заточен на будущее. То есть сегодня, завтра, ивенты, которые будут. На этой неделе, в этом месяце и на следующей неделе. Ну, тут в моем поиске нет таких ивентов. Но это может быть полезно, чтобы искать... Если вы ищете по определенной теме какие-то события, вы отслеживаете эту тему, то стоит периодически вот сюда захватить, и смотреть, какие события, какие ивенты происходят на эту тему. Ну, категории тут могут быть. И последнее — это линки. Ссылки с упоминанием. В самой ссылке упоминается это ключевое слово. Ну, вот, собственно, вот такой вот довольно широкий спектр возможностей, которые вот не очевидны на первый взгляд. И я также хотела бы показать инструмент. Вы сейчас видите на экране... Вы видите Facebook или видите уже другой сайт? Если можно, Марина. Мы видим Facebook поиск. Ага, тот же самый, который я вам показывала, да? Сейчас мы видим Лукашенко, который... А, сейчас Лукашенко, а это вот Facebook Advanced Search. Advanced Search. Все, отлично. Потому что у меня иногда бывают вот с этим... Были проблемы с переключениями, на всякий случай я точняю. Это инструмент самого Facebook. Но он облегчает весь этот поиск. То есть я вам показала вот это все в таком... В разрезе, скажем так. Так, но мы тут... Здесь мы можем просто ввести ключевое слово. Лукашенко. И искать. Мы можем искать в любой из этих категорий. А можем искать во всех сразу. И опять... Нас переспрашивает программа. Мы действительно ищем Лукашенко в Facebook? Да. И мы заходим все туда же и получаем все те же результаты. То есть это просто такой инструмент, который это облегчает и упрощает. Инструмент от самого Facebook. А также в этом инструменте есть еще одна интересная опция. Это вот в верхнюю строку меню, если мы посмотрим, мы видим, что можно найти... Вот, Facebook Video Downloader. То есть мы можем скачать видео из Facebook. Это именно... Ну, потому что есть видео на YouTube, есть видео в Facebook. Если мы хотим с этим видео что-то сделать, например, как-то его исследовать, сделать скриншоты, нам может быть удобно его скачать. И вот через этот инструмент его можно как раз скачать. Вот у нас есть видео какое-нибудь. Ну, предположим, вот это. Его нужно открыть, кликнуть на дату, для того, чтобы оно полностью открылось. И тогда скопировать ссылку, ввести ее в эту строку и написать Download, скачать. И все. И у нас видео скачается, причем можно скачать в хорошем качестве, в нормальном и конвертировать в MP3. Вот, есть видеоконвертер, где можно видео конвертировать тоже в разные форматы. Вот формат MP4, ну, вот список форматов, аудиоформаты. Это тоже может быть удобно. Поэтому не проходите мимо этих опций. Следующее, на чем я хотела бы очень коротко остановиться, это LinkedIn. В LinkedIn это социальная сеть профессиональных связей, деловая социальная сеть. Но мы иногда можем в ней найти людей, которые работают в определенной компании. Чаще всего она используется именно для этого. Чаще всего это, конечно, компании, которые заточены каким-то образом на Запад. Ну, я знаю, что вот Беллингкэт, международные расследователи очень известные. Они часто, вот, когда они проводят свои расследования, они часто находят, были, по крайней мере, случаи, я знаю об этих случаях, когда они находили фигурантов именно через LinkedIn. Когда вот нигде их невозможно было найти, они там были даже не под своим именем, но там по имейлу находили. То есть, вводился имейл, и потом они вот, ну, таким тоже кропотливым трудом они находили, что это все-таки этот человек. И мы сейчас попробуем, например, найти людей, которые работают в организации StopFake. Мы просто вводим в строку поиска StopFake, ну, это, опять же, интуитивный поиск, и у нас тут выпадает большой список, какой-то StopFakeFood, это точно не мы, это еду, чтобы еду не подделывали какая-то компания. То есть, ну, тут вот список людей, каких-то этих людей я знаю, каких-то нет, и мы можем их отфильтровать. Когда у нас очень много информации, как раз вот здесь смысл подумать, как ее отфильтровать. И тут мы можем выбрать, вот, All Filters, тут есть фильтры, список фильтров, можем выбрать все, и мы тут видим очень хорошую форму фильтров. Это связи с вами, если вы зарегистрированы в LinkedIn, то там это может быть ваш первый круг, второй или третий. Вы можете найти связь с кем-то конкретным. Место. Ну, вот тут локация, например, мы выберем Италию, пробуем, посмотрим, кто в StopFake работает в Италии. И дальше компании, в которых эти люди еще могут работать, да. Здесь, ну, здесь мы, наверное, пропустим. Прошлые компании тоже пропустим. Индустрии, может быть, Media Production, может, и не стоит. Язык берем, опять же, итальянский, и школа, ну, вот, наверное, Милан, да, университет Милана. И дальше тут можно выбирать тоже интересы, имена и так далее, но этого достаточно, в принципе. И сейчас мы посмотрим, кого нам найдет программа. Вот, она нашла Маурова Эрцио, это как раз наш редактор итальянского раздела сайта StopFake. То есть, в принципе, мы можем сузить поиск для того, чтобы найти какого-то конкретного человека. И поиск тут работает очень хорошо, то есть он тут ничего не пропустит. Потому что, например, в том же Фейсбуке мы до конца не знаем, показал нам алгоритм все или не все, или что-то он от нас скрыл. Вот здесь мы четко знаем, что нам показали все. Потому что этот алгоритм Фейсбука, он не предсказуем в последнее время, ну, и такой не очень гибкий. Вот, то есть, вот, так, я сейчас вернусь немного к презентации, а потом мы поговорим о Инстаграме. Что еще стоит учитывать при поиске? Стоит пробовать разные варианты написания имени человека. То есть, это может быть, там, если я Ольга, то, может быть, по-латыни Ольга, Олха, там, может быть, Ольчик, там, я не знаю, кто-то себя так пишет. Может быть, кто-то поменял фамилию со сменой, там, семейного статуса. Кто-то пишет, там, Ольга Анатольевна, а фамилию не пишет вообще. То есть, стоит пробовать все эти вещи. Какие-то ники, которые используются в других социальных сетях, тоже стоит пробовать искать. Я знаю людей, которые до сих пор в Фейсбуке, хотя он борется вроде бы с тем, чтобы люди называли себя никами, но все равно есть там такая-то синяя птица, там, еще какие-то люди с какими-то такими странными никами. Поэтому стоит вот по ним искать город, в котором человек живет или родился, должность или название компании. Мы уже смотрели, как это можно делать. Смотреть, есть ли у людей в друзьях вот эти люди. И если вот сейчас Фейсбук очень часто, ну, то есть, эта возможность была всегда, но сейчас чаще всего вы не сможете посмотреть, кто в друзьях у человека. Скорее всего, большинство людей выставляют все-таки настройки приватности, которые скрывают эту информацию. Но если у вас есть общие друзья, то вы их сможете увидеть. И вот фотография, если фамилия какая-то очень типичная, там, Иванов, Петров, Сидоров, то может помочь фотографии, которые вы можете искать отдельно по ней. Теперь Инстаграм. Инстаграм, конечно же, он заточен для того, чтобы… для мобильной версии. Поэтому, конечно же, в мобильной версии намного больше функций. Но, конечно, нам, как фактчекерам, как людям, которые ищут информацию или проверяют ее, не очень удобно работать с мобильной. Все-таки полноценная клавиатура, возможность в браузере проверить какую-то фотографию – это удобно. Это удобнее, чем делать все это на телефоне. Поэтому тут нельзя сказать однозначно, что вот мобильная версия – это лучше. В мобильной версии это все можно делать, конечно, в режиме реального времени, в любом месте, в любое время. Но все-таки на десктопе стоит скачивать… Есть возможность скачивать эту информацию, есть возможность ее использовать и более глубоко исследовать, скажем так. Сейчас, ну вот, поиск в Фейсбуке, к сожалению, очень… В Фейсбуке, в Инстаграме, но он принадлежит Фейсбуку, к сожалению, очень ограничен, непредсказуем. Он еще больше, чем Фейсбук, заточен под каждого отдельного пользователя. И поэтому, вот, в зависимости от того, что вы лайкаете, из какого аккаунта вы ищете информацию, вам будут показываться разные результаты, при том, что вы будете делать совершенно одинаковые действия. Сейчас поиск в Фейсбуке в Инстаграме существует по хэштегам и именам. То есть, если вы вводите ключевое слово, то вы не найдете все равно информацию, если это ключевое слово не хэштег и оно где-то не в описании аккаунта. Я сейчас покажу, как это. То все равно вы его не найдете. Сейчас вот Инстаграм анонсирует, что их поиск улучшается. И буквально вот на дня, буквально там неделю назад вышло сообщение, что там есть опция уже поиск по ключевым словам. Пока она только в шести странах доступна. Наши страны к ним не относятся. Но я надеюсь, что со временем это произойдет. Журналист, который это писал, он тестировал эту функцию. И он понял, что не по всем ключевым словам пока этот поиск работает. Например, там по ключевому слову «Трамп» он не работает. А вот по ключевому слову там «паста» или «пицца» работает. То есть вот почему-то есть разница. Пока, по крайней мере. Но большой плюс Инстаграма в том, что там работают геолокации. И большинство пользователей Инстаграма, они все-таки отмечаются в том месте, где они сделали эту фотографию. И это вот огромная, конечно, возможность для журналистов искать свидетелей с места событий каких-то, которые вот происходят прямо сейчас. Какие-то стримы, какие-то сториз, людей, с которыми можно поговорить на определенную тему и так далее. И точно так же в Инстаграме есть рубрика «Тренды», в которой можно посмотреть, что сейчас актуально, о чем сейчас говорят. Если вы специализируетесь на определенной теме, то вы в Инстаграме пробуйте просто подписывайтесь на людей, которые в этой теме, которые пишут по этой теме, лайкайте их фото, и в «Трендах» вам будет все больше и больше такого контента программа предлагать автоматически. Ну, это четыре рубрики. Вот мы сейчас видим на экране скриншот, скриншот мобильной версии Инстаграма. И тут у нас есть рубрики «Лучшие люди», «Метки» и «Места». Ну, если в англоязычном интерфейсе, то это «Топ», «Пипл», «Метки», по-моему, «Тэгс». Ну, то есть… А, нет, «Хэштэгс». И «Места» — это вот геолокация. И вот в этих опциях можно искать. Сейчас я покажу, как это. И вот эта рубрика «Топ» — это как раз хороший способ отслеживать то, что популярно в вашей тематике, то, что я говорила, и смотреть, что вы можете использовать в своей работе. Так, сейчас я начну уже показывать в самом Инстаграме, как это происходит. Это у меня сейчас десктопная, компьютерная версия Инстаграма. Тут у нас нету этих опций. Вот то, что вы сейчас видели на экране, я опять же запустила поиск по слову «Лукашенко». И сейчас можно вернуться обратно немножко, потому что, опять же, мы можем искать только по хэштегам. То есть «Лукашенко» нам не предлагает другого контента, кроме или хэштегов, или имен. И вот мы из этого списка должны что-то выбрать. Просто так нам не выпадет список результатов. И мы выбираем хэштег. И по хэштегу мы видим… Сначала мы видим 9 фотографий всегда, которые у нас в топе. А потом уже все остальное, самые последние. То есть всегда нужно прокрутить дальше, чтобы увидеть то, что самое последнее запущено. Ну, не слишком большой функционал, поэтому я… Чтобы вам продемонстрировать… Так, вы сейчас видите на экране… Никаких изменений нет. Вы видите все то же, что я видели до того, да? Прекрасный хэштег «Лукашенко» и картинки. Все, хорошо. Тогда я отдельно открою. Тут есть… Так, вот специальный… Это эмулятор… Андроида. То есть это я с компьютера открываю то, что можно сделать на телефоне. И вот… Вот Инстаграм. И вот мы ищем… Все того же «Лукашенко». И мы видим лучшие аккаунты, метки и места. И мы можем искать во всех этих… Ну, лучшие – это в топе, да? Самые такие, которые почему-то… Ну, вот программа считает, что они самые лучшие. Нам предлагают вот Николай, Лукашенко, official. Или что-то еще, да? Публичная личность. Можно искать в аккаунтах только людей, у которых такая фамилия. Можно искать с хэштегом. Ну, Лукашенко, Лукашенко, президент. Вот нам много-много разных хэштегов с этим словом предлагает программа. И можно искать места. То есть, ну, это довольно странные места. По ключевым словам лучше не искать. Например, вот места мы можем посмотреть в Минск. И посмотреть, что постят в Минске. Вот у нас сначала топ. Мы можем переключить на недавнее. Это вот… Ну, можем выбрать любое другое место. Не обязательно это должен быть Минск. Ну, тут можно кликать на какие-то картинки и смотреть, что у нас тут размещали люди. Вот 10 секунд назад буквально появилась фотография. Ну, на самом деле этих опций тоже не слишком много. Но вот искать как раз, когда мы ищем, что происходит в конкретном месте в конкретное время, вот прямо сейчас, то как раз вот эта опция поиска по местам очень полезна. Там Минск, проспект победителей. Какие-то такие фотографии. Может быть, стоит просто лучше подбирать места, и тогда будет больше вариантов. Вот нам тут предлагают разные ключевые слова, чтобы отсортировать все эти вещи. И что бы я еще посоветовала делать с Инстаграмом? Искать Инстаграм в Google. Это как бы такой ход конем. Ну, вот у нас есть Google. И мы в Инстаграм вводим такой оператор сайт. Сайт две точки Instagram.com. То есть если мы хотим в Google искать что-то на определенном сайте, то вот сайт две точки. И дальше мы вводим, например, вот Светлана Тихановская. И мы смотрим, что в Инстаграме о Светлане Тихановской или сама Светлана Тихановская писала. И вот у нас все-все-все результаты поиска — это Инстаграм. Ага. Я, наверное, вам до сих пор показываю. Так, секундочку. Слишком много ссылок. Можно запуститься просто. Секундочку. Что я сделала? Еще раз вам показываю. Сайт, две точки, Instagram.com. И дальше мы вводим какие-то ключевые слова, по которым мы хотим искать в Инстаграме. То есть это может быть любой другой сайт. Это может быть сайт Twitter, Google, TikTok. Ну, Google нет, потому что мы ищем в Гугле. Или какое-то конкретное издание через Google. Иногда мы можем найти больше. И эти результаты более структурированы. И вот мы тут ищем Светлана Тихановская. И вот мы можем найти, что вот все, что в Инстаграме Светлана Тихановская, президент Света. Ну, то есть совершенно это никак не гарантирует, что это аккаунт Светланы Тихановской. Насколько я знаю, это... Ага, да, аккаунт, потому что галочка стоит. Синяя галочка — это вот как бы уже подтвержденный аккаунт. И мы видим, что постила Светлана Тихановская. Ее аккаунт, по крайней мере. Ну, и также мы можем увидеть, что пишут о ней, да. Она поблагодарила кого-то. Договоренности, там, сторона для жизни. Это тоже аккаунт, насколько я знаю, Светланы Тихановской. Вот он тоже подтвержденный. И тут мы тоже можем посмотреть контент. То есть вот через... На компьютере удобнее искать через Google. И в Google мы можем выставлять еще дополнительные опции, да. То есть за последний час, например, информацию. Или там за последний месяц. Или выбирать вообще конкретную дату. К сожалению, сам поисковик не дает такой возможности, а вот Google дает. И тут мы можем выбрать от и до, да. Какой-то диапазон дат. И таким образом, вот с помощью Google можно хакнуть, скажем так, эту систему. Точно так же можно искать в Facebook, да. Мы можем тут... То есть это может быть применено к любой социальной сети, этот принцип. Ну, в Facebook и так есть где искать, в принципе. А вот с Instagram сложнее. Вот это Google нам ищет в Facebook. И мы тут тоже можем выбирать период времени. Выбирать какие-то конкретные... Если мы можем искать только картинки, например, которые размещаются в Facebook на эту тему. Дальше у нас Twitter. В Twitter как раз очень удобный поиск. Тут даже не стоит... Ну, то есть тут не о чем даже долго говорить. Ну вот, например, мы попробуем найти информацию о Майдане. Например, о каких-то событиях, которые были давно. Ну, то есть то, что в реальном времени мы можем искать прямо сейчас, это хорошо и удобно. Но, например, вот мы ищем информацию. Ну, пусть будет Евромайдан, там, в 2015 году. Что-то было в какой-то определенный промежуток времени. Опять же, интуитивный поиск нам дает много разных результатов. Тут мы видим топ, последние, люди, фото и видео. Вот мы хотим, например, найти фото, там, размещенные в определенный период. И для этого есть функция продвинутого поиска. У вас она может, если вы будете искать в Твиттере, у вас она может находиться в другом месте. То есть пусть вас это не пугает, потому что мы пробовали, когда мы проводили этот тренинг вживую, и люди искали у себя на компьютерах. У каждого эта вот опция находилась в разных местах. Это еще зависит от того, зашли вы под своим... Ну, то есть залогинились вы или нет, потому что можно искать, не залогинившись тоже. Ну, то есть нужно найти просто, где эта опция находится, и нажать ее. Расширенный поиск, advanced search или продвинутый поиск. И тут у нас есть очень много возможностей подбирать, очень сильно конкретизировать этот поиск. И вот тут этот поиск, ну, поскольку Твиттер принадлежит Гуглу, то поиск тут поставлен очень хорошо, и он... Вы его можете очень хорошо конкретизировать, и вы можете быть уверены, что вы точно ничего не пропустите. То есть все, все результаты он вам выдаст. То есть тут вот мы подбираем все слова, которые, например, Твитт должен содержать, который мы ищем, должен содержать все слова. То есть мы перечисляем через запятую самые разные слова, которые должен... может быть, несколько ключевых слов. Если одного из них нет, то он уже не ищет. Ну, то есть этот Твитт уже не показывается. Здесь может быть фраза. То есть вот фраза точно так, в точности, как она звучит. Там несколько слов. Дальше может быть любое из этих слов. То есть не все вместе, а, например, там мы перечисляем, там Евромайдан, Порошенко, что-то еще, что-то еще. Если хотя бы одно из этих слов есть, то выпадет результат. Не одно из этих слов, запретные слова, да, то есть слов, которых не должно быть. Например, если мы хотим отсеять результаты, ну, предположим, что был какой-то другой Майдан, где-то вообще в другом месте, например, там не в Киеве, а в... ну, не знаю, в Турции. Вот слово Майдан, оно используется еще и в тюркских языках. И мы набираем слово Турции, и все, что связано с Турцией, нам не показывается. То есть можно таким образом отсеять все лишние, всю лишнюю информацию. Здесь мы ищем хэштеги, находим хэштеги. Тут язык. Ну, язык я обычно не выбираю, потому что он усложняет поиск только. Тут аккаунты, от которых, то есть если мы ищем что-то в конкретном аккаунте, то можно нажать, набрать этот аккаунт и искать по ключевым словам именно в нем. Можно набрать то, что пишут к конкретным, то есть кто-то мне что-то написал, и вот если я хочу искать именно в этих твитах, то тут мы пишем, к каким аккаунтам. И тут внизу показаны примеры, то есть как это делается. То есть ставится собачка, и пишется там Ольга Юркова, например. Вся информация, которая ко мне в ретвит, в каких-то реплаях, ответах или публичных твитах, она вся здесь высветится, содержащая это слово, которые упоминают эти какие-то конкретные аккаунты. Дальше мы можем отсортировать только по реплаям, то есть ответам на твиты. Можно, включая исходный твит или не включая его, может включать ссылки на что-то. То есть может быть твиты с линками, может быть без линк. Ну то есть включать эти твиты или не включать, или только линки показывать. И дальше тут можно отсортировать вирусный контент, потому что, например, если мы можем выбрать минимальное количество ответов на твит, например, 200, то есть твит, на который ответили меньше 200 людей, вообще нас не интересует. Или мы можем выбрать минимальное количество лайков, то, что является вирусным, минимальное количество ретвитов. И что очень хорошо, это даты. То есть мы можем выбрать, например, дату от января 2014 года, например, где-то. Январь, 1 января 2013 года до декабря, до 1 декабря 2015 года. И вот в этом конкретном промежутке мы увидим все, что было написано в Евромайдане. Мы можем очень сильно сузить этот поиск. И дальше, если мы хотим найти именно фотографии, то мы вот идем в раздел фото и находим только фотографии. Мы можем найти там фотографии по определенному хэштегу, это еще больше сужает поиск. То есть поиск в Твиттере, он очень удобный. Но кроме этого поиска есть еще инструменты, которые еще улучшают работу с Твиттером. У нас, конечно, Твиттер — это такое место, где, ну, скажем, не все активны. Это место, насколько я знаю, это в Беларуси тоже так, но вот в Украине в Твиттере активно гражданское общество, скажем так, и люди, у которых есть какая-то международная аудитория. Но если вот происходит какое-то событие, и много об этом событии пишут, то как раз в Твиттере тоже пишут достаточно. В Твиттере можно найти много информации по хэштегам разным. Единственное, что там не очень хорошо работает, это геолокация, потому что чаще всего люди, когда твитят, они почему-то не чекинятся. И вот это немножко усложняет работу. Есть ресурсы, которые помогают работать с Твиттером. Вот, например, ресурс WebMe. Я покажу, как он работает на примере своего аккаунта. Он показывает видимость человека. Так, что-то я не поняла. Почему он мне не показывает? Может быть, я неправильно набираю свои... Ольга Юркова все правильно. Ага, может быть, без... Показывает видимость человека в социальной сети. В Твиттере конкретно. Почему-то не хочет показывать. В общем, стоит попробовать этот... Ага, у меня припал интернет. А вы меня видите? Видите? Хорошо. Я понимаю, что, скорее всего, видите. Да, мы видим, видим. Да, ага, все. Что-то было конкретно с этой программой. Ну ладно, не будем трогать эту программу. Может быть, когда-нибудь потом. В общем, там можно найти видимость человека в интернете. То есть, можно найти упоминание его в самых разных социальных сетях. И вот, если человек... Если это публичное лицо какое-то, например, то вы таким образом можете вычислить фейковый аккаунт или настоящий. Когда вы увидите, сколько... Там можно увидеть, с кем... Кого этот... О чем этот аккаунт пишет. Какие он использует хэштеги. Какие-то видео с ним в разных социальных сетях. Под какими именами он в разных социальных сетях находится. То есть, там очень много разных возможностей. Этот ресурс бесплатный. Ну только вот он... Вчера он еще работал. Я как бы проверяла, и все было хорошо. Сегодня почему-то нет. Есть еще такой ресурс follower.vong. Он сравнивает биографии. Например, он может сравнить биографии или каких-то отдельных юзеров. То есть, мы можем, например, выбрать... Например, биография. Найти профиль. Да, ну вот, собственно, мой профиль. Вы можете увидеть, сколько у меня твитов, сколько у меня... На скольких я подписана, сколько подписаны на меня. Возраст моего аккаунта. Вот для твиттера важен возраст. Ну, вообще для любой социальной сети важен возраст. Потому что это один из способов выявить ботов. То есть, чем моложе аккаунт, тем чаще всего он более вероятно является ботом. Вот. Ну, тут мы можем увидеть, что моему аккаунту 11 лет. То есть, там все честно более-менее. Авторитетность какая-то есть. Там каких-то 59 баллов. И тут мы можем найти еще другой аккаунт какой-нибудь и сравнить... Сравнить биографии этих аккаунтов, сравнить количество подписчиков. Ну, принцип тот же самый. Там просто появляется... Мы можем состыковать просто рядом и поставить эти два аккаунта и увидеть, что между ними общего. Например, если мы сомневаемся... Вот есть фейковый аккаунт, есть, может быть, реальный аккаунт. И мы можем сравнить количество подписчиков, сравнить активность, сравнить там авторитетность. Тут можно сравнить подписчиков как таковых. Точнее, не подписчиков, а юзеров. Тут можно проанализировать тех, на кого подписан определенный юзер. Тут можно отслеживать тех, кто подписан на этого юзера. Ну, вот, собственно, на карту нанесены люди, на которых я подписана. Вот моя активность по времени, когда я пощу информацию. Тут это тоже позволяет понять аутентичность поведения пользователя, скажем так. Потому что если он пощет, например, ночью, то, может быть, это автоматизированный аккаунт, который просто вот так вот работает. Если это там какое-то более-менее такое стандартное время, то, скорее всего, нет. Самые активные часы, слова, которые я использовала в своей биографии. Социальная авторитетность, вот показанная из чего, да, вот из чего она состоит. То есть это измерение нашей влиятельности в Твиттере, гендер, ну и так далее, и так далее. Очень много разных показателей, по которым можно анализировать эти аккаунты. То есть с Твиттером все очень хорошо. И там есть много возможностей, там можно отслеживать фолловеров, можно сортировать этих фолловеров, тех, кто подписан на человека. Смотреть, насколько они качественные, потому что в ботах чаще всего фолловеры, те, кто подписан, да, подписчики, они тоже не очень качественные. Чаще всего это тоже боты. И есть вот программы, которые все это делают. Я поделюсь с вами информацией, может быть, я вышлю ее просто отдельно с этими всеми ссылками для того, чтобы вы могли потом провести с ними какое-то время, потому что понятно, что сейчас это очень, ну, запомнить это будет, наверное, нереально. И вот есть еще такая программа Faller.me, которая тоже анализирует аккаунты. Вот это, опять же, мой аккаунт для того, чтобы не усложнять. Мы видим обзор, то есть информацию из профиля, когда аккаунт создан. Вот он создан был там в 2009 году. Где он находится, язык неопределен, ну, там предпочтения, я на разных языках пишу. Биография, темы, упоминания тем разных. Смотрим, какие там ключевые слова, соответствуют ли они профилю человека. Хештеги, которые он использует. Упоминания этого аккаунта, кто упоминает. Смотрим, что там CNN упоминала, что там. Или, точнее, я упоминала, скорее всего. Ага, и ответы, кто мне отвечал. Анализ твитов, проанализировано там, сколько твитов с хештегами, сколько с репла, с ответами, время, когда человек постит и так далее. То есть тут тоже можно очень много всего увидеть полезного. И вот обобщая то, что я сказала о разных социальных сетях, есть отличный инструмент у Google, который позволяет искать вот в самых разных социальных сетях. То есть мы тут, например, ищем Лукашенко и отмечаем галочками. Тут у нас вот поисковая строка Google, Google Social Search. И мы можем отмечать галочками любые из социальных сетей, в которых мы ищем. То есть Pinterest, LinkedIn, ну, допустим, не будем мы их отмечать. Instagram, Twitter, Facebook и TikTok. Вот можем оставить, например, Facebook и TikTok. И посмотрим, что у нас есть. Какие-то проблемы с интернетом. Вы меня слышите? Да. Хорошо. Извините, потому что это как бы не по моей вине. Может быть, вкладок несколько закрыть, может от того, что... Может быть, я сейчас закрою просто те вкладки, которые... Да, да, которые нам уже не нужны. В принципе, не было вроде бы этой проблемы, но... Так, попробуем еще. Я заметила, что когда мы с украинцами проводим, то часто как-то подвисает интернет. Может, потому что между странами как это... Ну, не знаю, да, как это объяснить, но... Просто на пределами делюсь. Так, а с TikTok, ага, интернета... Странно, что, да, что я с вами сейчас говорю, то есть интернет есть, но почему-то его нет здесь. Может быть, я не знаю, придется перезагрузиться. Сейчас попробую... Я попробую сейчас быстренько зайти и выйти из интернета. Возможно, давайте используем эту паузу для того, чтобы написать вопросы в чате, чтобы время с пользой пролетело. Вы меня слышите? Да, Ольга. Ага, все, вот, интернет появился. Слава Богу. Ну, вот, например, мы ищем... Ну, пусть, ладно, будем искать меня. Но во мне TikTok-ов, скорее всего, нет. Тогда я лучше... Все-таки лучше Лукашенко. И вот мы видим, например, я тут выбрала галочки, да, с помощью галочек я выбрала Facebook и TikTok. Это очень простой инструмент, который сделал Google. И вот мы видим, вот мы тут видим Facebook. Сначала выпадает реклама. Пусть вас не пугают какие-то совершенно нерелевантные вещи, которые появляются вверху. Это реклама. Прокручиваем рекламу, там это написано. И дальше у нас идут уже реальные посты с Лукашенко. Или там посты вот здесь вот TikTok-и Лукашенко. Точно так же можно там выбрать Twitter, Instagram. Попробовать найти во всех этих... Вот мы видим тут Facebook, Twitter, Instagram. И мы можем перейти. Можем посмотреть веб и картинки. Сразу вот по картинкам в Twitter. В Instagram тоже. Ну, то есть есть вот такие опции. Вот это очень легко. Очень легко. Тут, к сожалению, нет тех опций, которые есть в Google, или чтобы мы могли выбирать даты, время, там еще какие-то вещи. Но мы можем зато в одном месте искать в самых разных соцсетях и быстро просматривать эту информацию. И это тоже как бы экономит время существенно. И теперь я немного сейчас вернусь опять к презентации и скажу о TikTok-е. О Twitter мы говорили, у меня тут даже нет никаких слайдов, потому что там и так все понятно. О TikTok-е, да? Что можно найти в TikTok-е? TikTok-е это тоже, это совершенно очень четко заточенная под использование с мобильного телефона программа. Она на компьютере, с ней работать неудобно совершенно. Она не рассчитана на то, чтобы в ней искать людей, но в ней достаточно много информации о людях. Более того, в китайской версии TikTok-а можно даже найти, можно даже искать по лицам. То есть там функция распознавания лиц, она есть у всех социальных сетей, но искать они не дают доступа к поиску по этой функции. Вот в Китае можно искать в TikTok-е по лицам. У нас нельзя. И в принципе во всем остальном мире, насколько я знаю, нельзя. Но что есть у нас информация, да? Что у нас есть в профиле? Достаточно много информации. Это фотография профиля, аватар, стандартный вариант, да? Первое имя и первая буква имени пользователя. Уникальное имя пользователя, то есть ник какой-то. Отображаемое имя. Может быть там несколько людей с одинаковым именем, оно не уникальное. И мы видим, сколько людей подписаны, сколько лайкают, кто эти люди. И можем видеть биографию. Вот так вот это выглядит, да? Джон Смит. Тут есть два образца аккаунта Джонов Смитов. То есть мы видим, что люди с одинаковым именем Джон Смит, у них не может быть один ник, но имя у них указано одинаковое. И мы видим количество подписчиков, количество людей, на которых они подписаны, и количество лайков. Что мы можем увидеть в браузере в ТикТоке? То есть ТикТок можно открыть с компьютера в своем браузере, и можно тоже увидеть достаточно много. Можно увидеть вот имя пользователя, его ID, музыку, количество лайков и реакций. Вот комментарии, кто оставлял эти комментарии, увидеть невозможно. Но вот что удобно для журналистов, если вы заведете, в принципе, ТикТок для редакции, это тоже такая классная штука. Это немножко другая тема, которая не касается нашей. Но если у вас есть такой инструмент или будет этот инструмент, то стоит задавать вопросы своим пользователям, стоит размещать какой-то контент и собирать к нему комментарии. И вот как раз это можно делать даже с десктопа. В приложении. В приложении вы можете видеть намного больше информации. То есть вы видите количество лайков и репостов, хэштеги. Сейчас я это все покажу на экране. И сейчас я тоже покажу, как вот искать людей в ТикТоке. То есть тут есть раздел «Интересное». Это тот же самый раздел «Поиск», но вот он называется «Интересное». И туда нужно вводить тоже имя и фамилию, и дальше смотреть. Так, это мы пока. И сейчас я покажу. Тут вот видите, последняя строчка «Найти тиктокера на компьютере. Эмулятор андроида. Блюстек». Вот я, собственно, с этого эмулятора сейчас вам покажу, как это выглядит на телефоне. То есть вы можете себе тоже его установить. Прямо на компьютере скачивать фотографии, если вам нужно это будет делать. Там фотографии и видео. Ну, в данном случае и видео в ТикТоке. Так, остановить демонстрацию. Сейчас, секундочку. Вот наш ТикТок. И вот здесь вот рубрика «Интересное». Вот она находится внизу. Мы на нее кликаем и можем что-то искать. Ну, например, я вот пробовала искать белорусских блогеров. Белорусский блогер Алексей Савко, тиктокер. Ну, предположим, мы хотим его найти. Найти его аккаунт в ТикТоке. И вот у нас есть тоже рубрики, подобно тому, как они есть в Инстаграме, «Лучшие пользователи». Здесь еще клипы, музыка и хэштеги. То есть клипы — это любое видео, это все клипы. Музыка — это мы можем искать по музыке, которую использует тот или иной аккаунт. И по хэштегам. То есть вот здесь много-много разных хэштегов. Совсем не… Это не значит, что они все нам релевантны, что они все подходят для нашего поиска, но, по крайней мере, программа нам что-то предлагает. Здесь мы видим тиктоки, клипы этого человека. И здесь мы видим пользователей. Ну и вот, собственно, Алексей Савко, где у нас тут, скорее всего, попробуем найти. Он популярный блогер, это явно не этот аккаунт с 49 подписчиками. То есть можно прокрутить аккаунты до того времени, как мы найдем человека. Ну вот тут есть Алексей Савко 2, я не знаю. Ага, это Савко 2, это какой-то другой аккаунт. Ну то есть вот здесь вот в пользователях мы можем попробовать найти человека. Вот в клипах мы видим, что это он, но это в тиктоке с ним, размещенный другими людьми. Ну то есть вот Савко, вот скорее всего, наверное, это этот аккаунт. Все, мы видим точно, что это этот аккаунт. То есть вот таким вот достаточно интуитивным способом мы нашли этот аккаунт. В тиктоке много контента, например, в частности, о политических каких-то вопросах, как ни странно. То есть, например, та же Светлана... Так, Александр Жабак нам не нужен. Та же Светлана Тихановская, у нее есть страничка на тиктоке. Вот мы видим пользователя, но опять же, нужно всегда понимать, что мы можем найти фейковую страницу, мы можем найти неправдивую информацию. То есть за ту информацию, которая размещена в тиктоке, в инстаграме, где угодно еще, отвечает тот, кто ее разместил. И за ее правдивость тоже. То есть ее еще нужно проверять. Ну вот здесь вот мы видим, что есть какие-то аккаунты, которые, может быть, этот аккаунт создали поклонники Светланы Тихановской. То есть это, скорее всего, не ее аккаунт. Можно попробовать найти... Есть различные опции, что можно еще сделать с этими... с этой информацией. Можно скачать, например, фотографию профиля. Можно... Так, ну это можно сделать в десктоп-варианте. Ну, в принципе, я вам показала все, что можно найти вот в мобильном варианте. И сейчас вернусь опять к... поиску на компьютере. Вот. Мы, например, можем найти... Так. Мы можем найти... Думаю, что происходит. Интернет. Так. Интернет. Опять. Так. Интернет опять пропал. Эмулятор я, наверное, сейчас закрою, потому что, может быть, это он еще подвешивает компьютер. И я еще, с вашего разрешения, на секундочку отключусь и подключусь. Хорошо, вы подвесаете. Все вернулось, да, потому что видно, вот этот эмулятор подвешивал компьютер. Значит, возвращаемся к TikTok. Здесь можно скачать фотографию профиля и можно искать по фотографии профиля. То есть у нас тут есть, например, берем любой аккаунт, который нам предлагает. Можем кликнуть правой кнопкой мыши на фотографии. Вот, сохранить изображение как. И изображение сохраняется. Потом мы можем по этому изображению искать в Google картинках. Точно так же можно скачивать видео. Если мы кликаем правой кнопкой мышки на видео, то можно открыть это видео. То есть можно его потом скачать и можно открыть его отдельно и исследовать. То есть можно там делать скриншоты какие-то. Ну, как вам удобно будет с ним взаимодействовать. Так, сейчас закрылся один файл со ссылками. И еще одна очень такая, большой такой спектр функций, которые важно знать, когда мы ищем в, когда мы ищем что-то в TikTok, это поиск TikTok в социальных сетях. Потому что люди очень часто делятся TikTok вот этими короткими видео в других социальных сетях, в Facebook, в Twitter и так далее. И вот, например, как искать в TikTok в Facebook. Вот мы в Facebook. Мы вводим в поисковую строку adres.com.m-tiktok.com. То есть mtiktok.com это мобильная версия означает. Потому что чаще всего люди делятся TikTok с мобильного телефона. И вот здесь мы находим все всевозможные результаты, которые содержат ссылку на мобильную версию. Ну, вот, например, мы можем открыть просто любое это видео. И вот нам что-то тут с TikTok нам предлагают. Это TikTok, которые распространяются в Facebook. Если мы введем какое-то ключевое слово, например, мы захотим найти информацию о коронавирусе, то мы тут вводим еще слово «корона», например. И вот. Не виден экран. А, не виден экран? Да. Боже, я так стараюсь. Сейчас, секундочку. Спасибо. Спасибо, что сказали вовремя. Так, сейчас видно? Вы сейчас видите Facebook или что-то другое? Да, да, да. Видно Facebook. Хорошо. Вот. То есть мы можем открыть TikTok.com и ключевое слово. Или, например, есть еще такой вариант. Ага, все, не совсем так. Думаю, почему. Секундочку. Значит, TikTok.com. Есть несколько опций поиска. TikTok.com. Ну, и опять же, тут будет Лукашенко, чтобы мы усложняли себе задачу. Мы находим всю информацию, которая из TikTok и упоминает фамилию Лукашенко. Так. Здесь просто упоминается TikTok. Это не совсем та история. Смотрим посты. Так. Ну, тут ссылаются на TikTok. Лучшие цитаты смотрите в TikTok. Ну, это как бы не совсем то, что нам нужно. Стоит попробовать тогда другие варианты. Потому что, может быть, действительно, может не быть вообще никаких TikTok. Добавляем букву M. M. M-TikTok.com. И вот если M-TikTok.com, то есть шансы, если мы идем на видео, есть шансы, что нам покажут как раз все-таки TikTok. Именно вот эти короткие видео. Так. Ну-ка попробуем посты. Короткие видео из TikTok. Не понимаю, что происходит. Попробую другие ключевые слова на всякий случай. Все-таки коронавирус. Ну вот. TikTok с коронавирусом ищутся легче, чем TikTok с Лукашенко. Вот, например. Ну, в общем, для того, чтобы сейчас мы не тратили время, потому что какие-то, как-то очень медленно, к сожалению, происходит этот процесс. Я просто скажу в двух словах. Я поделюсь с вами линками, по которым можно искать эти TikTok. То есть можно искать, вводить в поле поиска TikTok, M-TikTok или VM-TikTok. То есть это зависит от того, и дальше ключевые слова. Это зависит от того, с какого устройства люди делились ссылками. То есть если они делились с мобильного, то это M-TikTok. Если они делились конкретно из раздела видео на мобильном TikTok, то это VM-TikTok. И поэтому результаты поиска будут разными. И вот если вы хотите найти эти TikTok, то стоит на это обращать внимание. Так, сейчас мы вернемся уже к презентации. Вот здесь вот у меня в принципе в презентации все перечислено, что можно пробовать. В Твиттере тот же самый принцип. Вы заходите в поисковую строку и вводите туда тоже этот хэш. Вводите туда M-TikTok.com и там коронавирус, ключевое слово. Или там M-TikTok.com и там Светлана Тихановская и так далее. То есть можно искать также по хэштегу TikTok. Потому что Твиттер сам, когда люди делятся в Твиттере тиктоками, то Твиттер сам предлагает добавить хэштег TikTok. Поэтому вот по этому хэштегу очень легко искать именно видео из ТикТока. И также Твиттер может предлагать другие хэштеги, которые тоже автоматически добавляются. Поэтому по этим хэштегам тоже можно искать TikTok viral, TikTok challenge. Ну то есть что в ТикТоке сейчас актуально. Может быть сейчас это звучит немного преждевременно, что я так много рассказываю о ТикТоке. Но у меня ощущение, что все-таки мы недооцениваем потенциал ТикТока. Там очень много разных видео, очень много разной информации. К сожалению, бывают ситуации, когда видео из ТикТока распространяются под видом каких-то фейковых, под видом чего-то другого. И мы можем... На этих видео всегда виден логотип ТикТок. Маленький такой вот этот вот нота вот эта такая. И если присмотреться, вы всегда ее увидите. И можете даже... Если присмотреться еще лучше, то можно увидеть... Вот тут как раз показано. Можно увидеть, кто разместил. То есть вот мы видим логотип ТикТок в левом верхнем углу на скриншоте. И еще ниже мы видим аккаунт. И журналисты-расследователи, они нашли все-таки аккаунт, которому принадлежало это видео, которое там распространялось. Это фейковое видео, которое распространялось в социальных сетях. Надо очень присмотреться внимательно, чтобы понять, что тут написано. Может быть, применять специальную технику. Но на видео из ТикТока всегда есть вот этот вот водяной знак. Можно также искать по музыке. Но тут я просто покажу вот по каким еще признакам. Я просто боюсь, что сейчас, если я начну это все показывать, мы потеряем время. А я бы еще хотела остановиться на проверке фото и видео. Поэтому я могу поделиться с вами материалом, в котором подробно описано, как искать в ТикТоке. И вы сможете, если вас интересует именно это, то вы сможете искать. Может быть, у нас останется время. Попробуем это показать. Просто я не хочу сейчас потерять время на то, чтобы бороться с интернетом. Вы можете прислать мне ссылки или документы, которые нужны. И мы просто завтра вместе с видео разошлем их всем участникам, которые заполняют анкеты в конце. Тогда у нас будут их адреса. Хорошо. Да. И вот здесь вот просто описаны... Это звучит, ну, так выглядит немножко страшно, да? Какой-то набор таких символов. Но это на самом деле совсем не сложно. То есть это тот же принцип. Я показывала, как искать в Инстаграме. Как искать посты в Инстаграме в Гугле. Через Гугл мы берем сайт, двоеточие, и вводим сайт Instagram.com, а дальше то, что мы ищем. Также искать можно на ТикТоке. Можно... Вот тут, например, тег Лукашенко, если мы введем, то можно... То ТикТок нам предложит не только тег Лукашенко, а еще и другие хэштеги, которые связаны с Лукашенко. То есть, например, там Лукашенко президент, там Лукашенко уходи, ну и какие-то другие. То есть что-то натолкнет нас на то, чего мы сами не видели до этого. Можно искать по конкретным хэштегам, можно искать по музыке, которая используется. Можно искать по имени, фамилии, нику. И вот Интекст — это тоже очень полезная функция, не только для поиска в ТикТоке, а вообще в разных социальных сетях. То есть мы в Гугле вводим сайт какой-то и Интекст, а дальше вводим, что мы ищем именно в тексте. То есть не хэштеги, не имена, а вот что-то, содержащееся в тексте. Этот текст может быть одно предложение, но мы, например, ищем информацию о какой-то акции протеста. У нас словосочетание «акция протеста», мы берем его в кавычки, и нам поисковик выдает все, что по этой ключевой фразе есть, все ТикТоки, которые содержат эту фразу. Вот. То есть здесь много разных вещей интересных действительно, и там в ТикТоке действительно очень много всего интересного, поэтому я советую, опять же, провести какое-то время с ним, чтобы понять для себя, что вам может быть там полезного. Там достаточно много разного полезного 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 полезного. То есть, конечно же, у нас... Ольга, вы представите, может быть, повторите. Все нормально? Немножко подвисали. Может, повторите предыдущие две-три колеса? То, что мы... Да, 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 сейчас повторюсь. Прошу прощения. Значит... Когда мы владеем решенствами, нужно понимать, что информация, которую мы нашли, может быть недостоверной. То есть кто-то разметил эту информацию с этими ключевыми словами от имени этого человека, но на самом деле это был, например, не этот человек или неправдивая информация. Поэтому стоит всегда помнить о верификации этой информации. И я сейчас... Ну, стоит начать прежде всего с проверки аккаунта. То есть это такие основы, основ, что нужно проверять в каждом аккаунте, который является источником информации, прежде чем брать какую-то информацию от него. Где он находится, да? То есть может ли он действительно находиться там, где... Вот он размещает какую-то информацию. Находится у него, чекинится ли он, чекнился ли он раньше. В этом же самом деле. То есть вот идти к таким исследовательским подходам к этому вопросу. Дальше. Ну и самое важное, конечно, находится ли он в том месте, о котором пишут. Например, во время Майдана, ну во время любых... ...границы с огромным знанием дела что-то пишут. Но стоит ли им доверять, вот это ключевой вопрос. Могут ли они это видеть? Являются ли они свидетелями и первоисточниками? Это информация. Кто подписан на них? Я уже упоминала, что у ботов чаще всего подписчики — это тоже такие же боты. То есть это какие-то такие малоактивные или очень активные аккаунты, у которых мало... Мало личной информации, которые часто пишут на одну и ту же тему. Например, там хвалят какого-то одного политика, условно говоря. Или, например, все время рассказывают, там, не знаю, оценивают какое-то одно событие. Все время пишут только об этом событии. Которые пишут слишком часто. То есть в один раз вопрос, или они нигде не работают, или, может быть, это и есть их работа. Посмотреть, кто с ними говорит. Можно зайти на несколько аккаунтов этих друзей и тоже посмотреть, о чем они пишут. Они могут быть очень похожими на этот аккаунт. Хотя, конечно, бывают очень продвинутые боты. Это редкость, потому что в них надо вложить много усилий. И вот эти бота-фермы, которые производят этих ботов в промышленных масштабах, сейчас социальные сети массовые закрывают. Очень много скандалов, что прямо тысячи ботов закрыл Facebook. Там какое-то количество ботов закрыл Instagram. Вот даже несмотря на то, что Instagram может казаться каким-то таким безобидным аккаунтом, какие-то фоточки размещают. Но вот я тут буквально сейчас вернусь к картинке одной из Instagram. Вот эта вот картинка, она была размещена в Instagram. Это якобы мусульманская женщина. Фото мусульманской женщины, которая жалуется на исламофобию, а сама перечисляется, кого она ненавидит. И это фото было вирусным. Его очень сильно обсуждали в социальных сетях. А потом оказалось, что оно связано с российской фабрикой троллей. То есть, на самом деле, это фейковое фото, которое вброшено специально для того, чтобы вносить такой раздор, чтобы люди, скажем так, поляризовать аудиторию. Поэтому даже вот такие фото, какие-то фото, видео в TikTok, они тоже могут быть таким контентом. И стоит задавать себе вопрос, что это за контент. И, ну, кто о них говорит, кто упоминает контент именно этих аккаунтов. Может быть, подобные же аккаунты. Посмотрите, под какими хештегами это упоминаются. Позитивные, негативные упоминания. Дальше, когда мы проверили аккаунт, стоит проверить контент. Откуда взялся этот контент. То есть, этот аккаунт — это первоисточник, опять же. То есть, человек сам сфотографировал что-то или снял видео, или он что-то репостил, или он взял видео из неизвестного источника, не заславшись на этот источник, или выдав его за свое. Кто создал, кто записал этот фрагмент контента, насколько он надежен. То есть, опять же, ссылается ли этот человек на источник информации. Можно ли ее еще откуда-то подтвердить. Очень много таких вопросов. Если это какая-то фотография, то почему эта фотография там снята именно с такого ракурса, а с других, предполагаю, что могут возникнуть такие вопросы о каком-то таком контенте. Где был создан аккаунт или записан контент? И почему? Да, самое главное, почему? Бывает, что к вам может кто-то обратиться, может кто-то обратиться в социальных сетях. Почему он к вам обратился, почему он хочет распространить эту информацию, какая его собственная мотивация. Всегда стоит подумать об этом. Ну, как вычислить бота? Я уже об этом сейчас сказала. И дальше, когда мы убедились, что вот это не бот, дальше мы проверяем сам контент. Как заподозрить, по каким признакам можно заподозрить фейк? Ну, вы можете написать, потому что уже сейчас, в принципе, мало кто об этом не говорит. Какие могут быть признаки, по которым можно заподозрить фейк? Напишите, пожалуйста, в чат. Я тут полминуты буквально дам, потому что тут у меня все это есть. Во-первых, это такие маркеры неправдивой информации, что нет фактов, которые можно проверить. Когда у нас не упоминаются места, время, имена, фото, видео. Причем максимально конкретно. Не просто, что это произошло там где-то в Минске, а что это произошло, например, не просто, что я сижу где-то в Киеве и веду тренинг, а что там я, Ольга Юркова, в время 19.07 по киевскому времени нахожусь у себя дома по адресу такому-то и провожу вебинар верификации информации в интернете. Это все для Белорусской ассоциации журналистов. Эту всю информацию можно проверить, потому что тут есть конкретные имена, конкретное время, конкретное место и так далее. Ну, есть мое фото, в конце концов, и, наверное, будет видео. Если этой информации нет, это уже подозрительно, очень подозрительно. Источники. Источников может не быть вообще, они могут быть подозрительными. То есть они могут, если они вам неизвестны, то стоит тоже уделить время и проверить эти источники, насколько они могут быть достоверны, насколько они надежны. Если это какой-то сайт, название которого солидно звучит, это еще не значит, что этот сайт сам по себе солидный. То есть посмотреть, что хотя бы на нем пишут, о чем, что там пишет о себе редакция. Ссылка на информацию, например, на какой-то месте, и ее добавили для солидности, эту ссылку. И такое часто тоже бывает. Ну, такой совершенно хрестоматийный пример, эмоциональность, когда очень категорически, ну, вот эти вот кликбейтные, так называемые, заголовки, когда вы никогда не поверите, что случилось там, когда кто-то зашел в комнату, ну и так далее. Сейчас таких заголовков очень много, и, к сожалению, как бы мы скептически не относились к людям, которые верят этим заголовкам, которые эту информацию распространяют, к сожалению, ну, уже были проведены разные исследования на эту тему, потому что у таких сайтов посещаемость больше, чем у самых авторитетных. В Украине было такое исследование сайтов, так называемых, сливных бачков. У них посещаемость больше, чем у самого топового авторитетного политического сайта «Украинская правда». То есть не стоит недооценивать. Я могу сказать, что это свой эмпирический опыт, и вы наверняка тоже каждый день видите у себя в ленте, и распространяют эту информацию, такую эмоционально окрашенную. Но это тоже маркер неправдивой информации. Когда все у вас как-то слишком драматично, и иногда стоит посмотреть тую совершенно тему, которую почти до сих пор никто еще об этом не написал. Но может возникнуть вопрос, что просто не потому не написали, что не увидели этой темы, а потому что проверили и убедились, что это неправда. То есть все-таки надо обратить внимание, пишут ли в этом серьезные какие-то медиа, которым вы доверяете. И бывает, что искусственно объединены не связанные между собой факты. Например, в Украине была такая новость, как-то распространена, когда законодательный пакет законов о декоммунизации, 4 закона, и заголовок звучал так. После того, как Порошенко подписал, ну это там было в 2015 году, после того, как Порошенко подписал законы о декоммунизации, вандалы угрожают осквернить. Баби Яр, ну Баби Яр, знаете, расстреляли в тысячу из девяностей, на пыльство. И с тем, что он подписал закон о декоммунизации, потому что исполнение законов, это тоже как бы не их приоритет. Но заголовок такой манипулятивный, а тексты чаще всего люди не читают. Это тоже надо, к сожалению, не учитывать. И дальше мы проверяем все, что можем проверить. То есть сначала мы смотрим, есть ли информация, которую можно проверить. Если она есть, то мы проверяем. Проще всего проверить фотографии. Фотофейки — это один из таких самых распространенных типов фейков, но его легче всего проверить. То есть можно проверить фото через Google картинки. Сейчас я покажу, например, как это можно сделать. Ну вот тут вот пример просто манипуляции с фотографией. Как вот Порошенко якобы убегает с митинга, на самом деле он идет навстречу людям, а фотография просто вырезана. Фотографию можно вырезать, можно дорисовать что-то, можно что-то стереть с фотографии. Есть очень много разных способов манипулировать с фотографиями, с изображениями. Но что мы можем делать? Мы можем, во-первых, пропустить, самое элементарное, если у вас браузер Google Chrome, то пропустить фотографию через Google Chrome. Нажать правой кнопкой мышки на нее, найти это изображение в Google. И нам, у нас выпадут определенные результаты. Это вот якобы горящий Донецк. И вот, ну другой вариант. Есть два принципа, по которым работают все эти программы. Или же мы вставляем, ну вот тут мы просто находим Google, а в другом браузере можно с рабочего стола просто закачать эту фотографию в раздел Google Image, с Google картинки. И разместить эту фотографию. И что мы видим в результате? Мы можем увидеть оригинальное фото или обработанное, можем увидеть дату первой публикации, и что на самом деле. Вот здесь вот мы видим подобные фотографии. И мы видим, что это на самом деле пейзажное фото, на котором нет вот этого всего огня, его просто дорисовали в фотошопе. Но у Google есть недостаток, у Google картинок. То есть у Google картинок много достоинств. Сейчас я не буду показывать, потому что я вижу, что время не позволит мне это показать, учитывая, что могут быть проблемы с интернетом. Но в Google можно выбирать, мы уже, я уже показывала раньше, что там можно выбирать диапазон дат. То есть мы можем выбрать, например, фото, ну, картинки, похожие на эту нашу картинку, за последнее время, там, за последнюю неделю, за последний день, за последний час, за последний год. И можем выбрать в конкретном диапазоне дат. Но есть один большой недостаток, что мы не можем отсортировать результаты хронологически, в хронологическом порядке. Мы можем, все остальное в Google прекрасно. Вот это, они нам выдаются всегда в таком случайном порядке. И вот для этого есть очень хороший ресурс TINI, оловянный глаз в переводе. И тут вот мы, тут тоже принцип очень простой. Есть одна строка поиска. Этот ресурс придумали для фотографов, которые ищут, которые хотят найти плагиат своих фотографий. То есть этот ресурс полностью заточен только под фотографии, под изображение. Вы или закачиваете, или ставите ссылку на изображение, и дальше у вас выпадают результаты. Этот ресурс, он англоязычный, но тоже интуитивно все очень хорошо понятно. Тут есть пять опций. Вот вы видите сейчас их в красном, таком блочке. Наиболее подходящие, best match, то есть наиболее похожие. Most changed, наиболее измененные. То есть если мы хотим проследить изменение какой-то фотографии, мы можем выбрать это и посмотреть, что там к ней дорисовывали в разное время. Самая большая картинка. Самая большая картинка может быть полезна, потому что чем больше картинка, тем больше вероятности, что она близка к оригиналу, потому что с каждой обработкой картинки уменьшаются в размере чаще всего. И дальше самое старое и самое новое. Я обычно ищу по принципу самое старое. Это вот моя любимая опция, это oldest. И мы тогда видим от самых старых до самых новых, мы видим результаты. И вот эта вот фотография, это фотография якобы ребенка, которому в роддоме Днепропетровска, тогда еще сейчас Днепра, сделали, персонал роддома вырезал на ручке свастику. Вот такая же совершенно дикая история. И эта фотография, я ее запускаю в поиск, и мы доходим, вот самое старое, самое старое ее появление, это март 2014 года. А сама эта фотография в тексте датирована 15-м годом. То есть ребенок родился, по-моему, в декабре 15-го года, если не ошибаюсь. То есть явно уже очевидно, что это не тот ребенок, если это даже был такой ребенок. И на картинке мы видим, что у этого ребенка, что самое главное, нет на руке свастики. В принципе, этого достаточно, чтобы доказать, что это фото фейковое. Вот. Все эти инструменты, они не показывают абсолютно все. У них есть свои алгоритмы, у этих алгоритмов есть свои какие-то недостатки и достоинства, но попробовав несколько, вы сможете составить свое мнение какое-то. Ну, может быть, в каком-то инструменте большей вероятности найти нужные вам результаты. Это сервис для поиска метаданных. Название звучит так достаточно странно, выглядит, но это один из лучших сервисов для поиска этих метаданных. Метаданные — это данные о создании, это такая информация, которая появляется в фотографии в момент ее создания. Когда мы делаем фотографию, например, на телефон, мы, или на фотоаппарат, в ней указывается марка фотоаппарата, какие-то фотографические параметры, там, диафрагма, еще что-то. Но самое важное для нас, как для расследователей, это время создания изображения, время изменения. То есть, если программа была отредактирована, ну, например, в фотошопе или в каком-то встроенном редакторе, на мобильном, то это указано. И программа, в которой было изменено изображение. Жаль, конечно, что чаще всего после социальных сетей, после появления в социальных сетях эти изображения, эти метаданные стираются чаще всего. Вот они сохраняются в Твиттере, поэтому в Твиттере можно найти действительно реальное. Я знаю примеры, когда тот же Беллингкет, который расследовал падение малайзийского Боинга в Украине над оккупированной территорией, по фотографиям из Твиттера они вычисляли, то есть там были люди, которые сфотографировали дым от взрыва, и они действительно по Твиттеру, по этим метадам смогли подтвердить, что это фото действительно было сделано там, вот в то время, и попросили, связались с людьми, попросили им выслать больше фотографий. То есть это, понятно, сделало, что это был только один маленький пазлик во всей этой большой картине, но этот пазл нашли благодаря фотографии из Твиттера и метаданному этой фотографии. Вот этот сайт, один из лучших сайтов по поиску метаданных. Есть еще такой сайт Photoforensics, тут тоже можно искать метаданные, есть такая возможность, но тут еще можно, то есть фотографии заливаем на этот сайт по тому же принципу, что и все предыдущие, и тут можно еще, там есть такая опция анализ на ошибки, ELA такое, ну то есть там тоже очень простой интерфейс, там везде есть простые инструкции, как этим пользоваться, и вот мы кликаем, выбираем этот ELA, и видим, вот здесь вот мы видим купюру, которая якобы там с портретом Гитлера, которую в Украине якобы хотели внедрить, и мы заливаем эту фотографию на этот сайт, и видим, что в этом вот Error Level Analysis ELA мы видим, что есть контрастные зоны, и вот эти контрастные зоны это чаще всего места, в которых предположительно были, которые предположительно были отредактированы, вот, поэтому вот эти места на них надо обращать внимание, то есть предположительно, это просто такая подсказка, может быть это просто дизайнер сделал фотографию более контрастной, это тоже редактура, поэтому, но это может указать на возможные такие моменты. Ну, тут просто показано количество метаданных, если фотография не была, не проходила через соцсети, большинство соцсетей, то вот метаданных очень много самых разных, и вот нас интересует файл Modify Date и время, и дата съемки. И есть еще такая IMGovs Image Operations, такой инструмент, это просто, ну, такая коллекция разных инструментов, которые вы можете использовать. То есть мы можем загрузить эту картинку вот здесь вот в поисковой строке, а дальше у нас есть, мы можем искать Reverse Similar Search, вторая строчка, где мы видим, Google, Bing, Tenai, Reddit, Яндекс, даже, ну, вот Яндекс у нас в Украине, он ограничен, но в русскоязычном пространстве иногда Яндекс находит лучшие результаты, чем Google, например, иногда. Поэтому вот для благих целей это можно тоже использовать. Ольга, я вынуждена вмешаться, осталось 9 минут, да, у нас. Да, 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 у меня очень, а уже надо вопросы, наверное, да? Есть еще, да, есть вопросы, поэтому надо очень сжато. Хорошо, я постараюсь сейчас в 5 минут уложиться. Так, ну, то есть вот здесь вот тоже вы можете разобраться в этих всех инструментах, они просто все в одном месте. Инструменты для работы с видео. Конечно, мы сейчас не успеем это все посмотреть, я только скажу очень коротко, YouTube Data Viewer это инструмент, так, это инструмент, в который вы просто вводите линк на видео на YouTube, и он выдает вам 4 скриншота. Автоматически программа делает 4 скриншота, и вы по этим скриншотам ищете опять же в Google, и вот в Google можно по этим скриншотам что-то найти, потому что есть вероятность, что об этом писали, или Google, опять же, YouTube принадлежит Google, поэтому Google очень хорошо ищет в YouTube, и он может найти другие видео на YouTube, на эту же тему, или это же самое видео, которое было, на самом деле, там, снято в другом месте или в другое время. Есть еще хороший, хороший инструмент InVid, который тоже стоит использовать, он раньше был платным, сейчас он бесплатный, там есть очень хороший мануал, он 9 минут занимает, то есть вы можете просто зайти на этот, это приложение для Хрома, вы можете его поставить, там, по-моему, не только для Хрома, но для Хрома оно точно есть, вы можете его поставить на свой компьютер, оно не загружает компьютер, и посмотреть этот мануал, какие там есть инструменты, там очень много разных опций, оно очень полезное. Стоит сравнивать с картами на Google Street View, так, ну тут очень просто тоже, то, что когда мы ищем какие-то видео, они бывают встроены на сайте, и стоит пройти на YouTube и посмотреть, какие там комментарии, на YouTube очень активная аудитория, и чаще всего она в комментариях все пишет, и она вам помогает в этом плане, так же, как и в Твиттере, кстати. Обращайте внимание на разные детали, потому что детали могут подсказывать, то есть видео нужно все-таки просмотреть, там совсем уж автоматически не получится, и на какие-то такие узнаваемые элементы ландшафта. На время года, вот здесь вот человек задержан якобы летом, вот в августе месяц, а на фотографии там виден еще последний снежок, ну то есть вот такие вещи, видно, как одеты люди, такие вещи тоже следует сопоставлять. Это вот перечисление всех манипуляций, которые возможны с текстом, тут нужно просто тоже сверять и критически подходить, посмотреть в соответствии ли заголовок содержания, посмотреть, найти все-таки первоисточник, то есть самое ключевое, что стоит делать, чтобы избежать всех этих манипуляций, чтобы вы не поддались этим манипуляциям, это искать первоисточник и смотреть, как информация подается там. Если это информация какая-то иностранная, какие-то иностранные медиа, прочитайте через Google-переводчик, не через какие-то специальные сайты с переводами. Псевдоэкспертов стоит проверять, являются ли люди экспертами или псевдоэкспертами, то есть смотреть на их послужной список, где они, в каких учреждениях они работали, о чем они писали, какие исследования проводили. Это тоже достаточно просто. По сути, просто в Google это все делается. Не вырваны ли цитаты из контекста? Искать контекст. Смотреть на события во всем контексте. О псевдоэкспертах я уже сказала, то есть это просто был пример псевдоэкспертки. И у нас часто любят посылаться на западные медиа. Я думаю, что у вас тоже нужно смотреть на то, маргинальная ли это медиа. Такое тоже может быть. Название солидная медиа не очень. Есть ли гиперссылка? Существует ли сам материал, даже если гиперссылка есть? То есть нужно по ней зайти и посмотреть на этот материал. И есть вот два таких сайта. Это уже последний слайд. Два таких сайта, на которых можно проверить информацию. Если с вами делятся каким-то линком на какой-то сайт, вы можете зайти на сайт whoisnet и увидеть, где зарегистрирован этот сайт. Максимум регистрационной информации, которая есть в открытых источниках. И архив.org. Архив.org. Это сайт Wayback Machine. Сайт, который сохраняет, делает копии страничек разных сайтов определенные, через определенные промежутки времени. То есть на нем можно даже найти, можно найти, когда сайт появился, когда там появились первые материалы. О чем были эти материалы? То есть вы можете кликнуть на дату и посмотреть. Даже если эти материалы уже удалили, они на этом сайте есть и хранятся. Поэтому вот это такие полезные аккаунты, полезные инструменты. Понятно, что за два часа мы бы не могли просто их все усвоить прямо вот и сразу научиться в этом работать. Но я просто указала такие какие-то направления, в которых, если вам интересно, то обязательно это все рабочие инструменты, которые очень комфортно использовать в своей повседневной деятельности. Поэтому я очень советую просто выделить какое-то время и попробовать с ними поработать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга. У нас есть несколько вопросов в чате. Можно задавать вопросы голосом. Ну, друзья, я сейчас закину вам еще анкету. Так, я тогда зайду в чат и посмотрю. Напишите, как называется фильм. Great Hack написали правильно. В Беларуси наиболее популярная сеть ВКонтакте «Одноклассники». Про Яндекс это я уже сказала. Я не читала вашего вопроса, но да, говорят, что ищут лучше по русскоязычному контенту. Можно я сделаю одно небольшое объявление? Я закинула в чат анкетку короткую. Я очень прошу участников заполнить ее, для того, чтобы мы знали, насколько понравился им этот вебинар, что они хотели бы, может быть, еще, какие еще вебинары они хотели бы, чтобы мы провели. И я очень прошу ее заполнить в ответ на эту анкетку. Мы вам завтра на ваш электронный адрес, который будет в ней указан, вышлем видео. Извините, Ольга, отвечайте на вопросы. Если вам удобнее, я могу озвучивать их из чата. Ну, может быть, чтобы у нас был такой диалог. Ну, хорошо. Про Яндекс вы уже ответили, да? Про Яндекс вы уже рассказали. Ну, да, для поисковых целей стоит его использовать в русскоязычной среде, да. Да. Наверное, вы, может быть, ожидали, что я буду рассказывать о ВКонтакте и Одноклассниках. Все-таки я предупредила сразу, что этих социальных сетей я не касаюсь в своей презентации, ну, как бы из тех соображений, что у нас в Украине они не ограничены. Хорошо, тогда идем дальше. Так, ранее в Фейсбуке был режим построения графов для группы пользователей. О, Господи, вы листайте его, или это у меня так как-то что-то перескакивает? Хорошо. NetVis плюс GP. Как сейчас построить граф с учетом весовых характеристик для группы пользователей? Ну, наверное, я не могу сказать, честно говоря. Вот я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что это не совсем касается темы. Мне кажется, что это больше вот к Елене Дуб, которая вот рекомендовала. Ну, то есть это вопрос о таких инструментах. Продвижение, да? Продвижение, да. Есть такой платный российский сервис «Буратино». Результаты 50 на 50. Ваше мнение аналоги. Но это тоже к тому же вопросу, поэтому, ну, вот, наверное, немножко не по адресу. Да, к сожалению, да, я не хочу показаться некомпетентной, поэтому не буду отвечать на этот вопрос. Да, ну, вот здесь просто рефлекси от Татьяны. Мой знакомый с полной уверенностью рассказывал новость из паблика, что в Британии уволили профессора только за то, что он говорил, что негры часто из бедных семей плохо образованной. Я спросила, а имя есть у профессора? Он поискал и радостно сообщил, да, профессор Джеймс Мариарти. Ну, то есть это отнесение к ботам, да? Когда я из Украины ищу белорусскую информацию, тренинги, страницы какие-то, то все хорошо, а российский найти сложно и зарегистрироваться куда-то, в принципе, невозможно. Это Россия заблокировала доступ украинским пользователям или я не так искала? Ну, не исключено. Я знаю, что, например, Россия много, ну, Россия блокирует, например, наш сайт StopFake, Россия точно блокирует в определенных регионах. То есть это не во всей России, но вот в определенных регионах это точно происходит. Нам люди пишут из России, которые нас читают, поэтому, да, к сожалению. Может так быть, да? А, ну вот, вопросы в чате закончились, возможно, кто-то голосом хочет задать вопрос. Да, может быть, я чего-то не сказала, потому что хотелось сказать много, еще вот эти технические моменты, которые возникают, к сожалению. Да, к сожалению, от этого не избежать, этих технических моментов. Но раз вопросы не задаются, ну, в принципе, еще есть 30 секунд на то, чтобы подумать и осмучить свой вопрос, мы просто подытоживаем, мы благодарим Ольгу, и я прошу Ольгу прислать мне тогда сегодня ссылочки на все то, что она обещала с нами, чем она обещала с нами поделиться. И завтра те, кто заполнил анкетку и указал там свой адрес электронный, получат от нас видео и все рекомендации, все ссылки на те какие-то сайты, документы, инструменты, о которых рассказывала Ольга. Вот, Ольга, спасибо огромное. Ольга, большое спасибо за внимание, потому что я понимаю, два часа вечером через Zoom это... Это сложно, но вот у нас только участники, все выдержали и дождались. Тема такая, не сказать, что супер захватывающая, но важная. Ну, все пишут в чате, спасибо, спасибо, очень интересно, дякую, так что вот спасибо большое, Ольга, и до новых встреч. До свидания. Всего доброго всем. До свидания всем. Спасибо.